Недавно я начал вести серию «Мышление миллиардеров», и сегодня нас ждет очередной ее выпуск. Мне важно ваше мнение, так что смотрите и пишите, что думаете. Сегодня мы будем учиться у Джеффа Безоса. Будь находчивым. Если есть проблема, есть решение. Большинство людей фокусируются на проблеме вместо решения, а потому терпят поражение. Меня стали считать главой крупной компании по производству одежды, хотя я все еще официантом работал. И вся моя коллекция состояла из десяти потных футболок. Проснись и пой, Энспрессо с тобой. С вами Эван Кармайкл, и этот канал был создан, чтобы помочь вам преодолеть препятствие номер один в вашей жизни. Недостаток веры в себя. Вы смотрите эти видео, потому что знаете, внутри вас есть нечто большее. Талант уровня Майкла Джордана. Так давайте же проведем этот день вместе. Берите свой кофе и будем учиться у Джеффа Безоса. Я очень много времени проводил с моими бабушками и дедушками. Особенно с дедушкой на ранчо. У него было ранчо в Южном Техасе. И с четырех до шестнадцати лет, каждое лето я проводил там. Когда мне было четыре, меня забрали на ранчо, чтобы дать моим родителям немного отдохнуть. Ведь они были так молоды, а я умел доставить хлопот. И вот когда мне было четыре, мой дедушка создал для меня иллюзию, что я помогаю ему на ранчо. Конечно, это не могло быть правдой. Но я в это верил. Да, к шестнадцати годам я, безусловно, стал помощником. Я пас коров, помогал лечить животных. Некоторые коровы даже выжили. Мы ремонтировали мельницы, чинили водопровод, строили сараи, изгороди, ремонтировали бульдозеры. И что интересно, мой дедушка все делал сам. Он не вызывал ветеринара, если кто-то из животных заболевал. Он сам разбирался, что сделать. То есть ничего не делегировать? Быть находчивым. Если есть проблема, есть решение. Конечно, когда ты взрослеешь и попадаешь в мир бизнеса, когда работаешь в команде, ты понимаешь, что не все решается твоей находчивостью, а находчивостью команды и вашей сплоченностью. Большинство людей фокусируются на проблеме вместо решения, а потому терпят поражение. Может быть, миллион причин, почему ваша идея не сработает, и лишь восемь, почему сработает. И гораздо лучше сфокусироваться на этих восьми. Ваши кумиры, люди, на которых вы равняетесь и на кого хотите быть похожи. Почти все они добились успеха, обладая меньшим количеством ресурсов, чем есть у вас сейчас. И если они смогли, получится и у вас. Вашим препятствием являются лишь ваши отговорки. Одной из лучших черт моей жены и моей команды является то, что они всегда стремятся найти выход. Два года назад я спросил у Нины, что ей больше всего в себе нравится. Она подумала и сказала умение быстро учиться, быстро схватывать. Она обожает учиться, обожает вызовы. И мне тоже в ней это нравится. Мне в принципе нравится эта черта в людях. Я считаю, всем ее нужно развивать, всем нужно учиться и исследовать новые возможности. Возьмем мой канал. Я разделил мой канал на восемь разных каналов. Я недавно поделил его еще больше. Мы добавили канал с правилами успеха, теперь они не будут выходить на основном канале. А добавил еще один канал с самыми разными видео. Это хаос. Это сумасшествие. Моя команда вся перегруппирована. У всех появились новые обязанности, новые проекты. И нам потребуется месяц, чтобы адаптироваться. Но так нам посоветовали. Сначала я думал, ладно, месяц. Но когда он начался уже первую неделю, я сказал, так, новая цель, запускаемся в эти выходные, работаем, не расслабляемся. Есть куча причин, почему ничего не получится. Куча проблем. Мы совершаем еще кучу ошибок. Нам предстоит еще очень много работы. Предстоит разобраться, кто, что, куда, столько задач. Отлично, вперед. Например, Рэй из команды всегда делает нам значки. У меня есть свой дизайн для серии «10 правил успеха», и много лет он отлично нам служил. Но я пришел к команде и сказал, мне не важно, что все считают наши значки классными. Они должны стать лучше. Как нам это сделать? И спустя много месяцев мы, наконец, нашли формат, который оказался еще лучше наших изначальных значков. Мы не так много изменили. Увеличили лицо, убрали второй логотип, увеличили шрифт, и Рэй начал тестировать новые значки на старых видео. Мы сменили 1500 значков. Не думаю, что кто-то на Ютубе нас в этом переплюнул. И вот он раз за разом меняет значок, смотрит на результат, вот он сделал уже половину работы, а только подумайте, у нас 6000 видео на канале. И тут я нахожу новый вариант. Новый формат. Новую цветовую гамму. Новый шрифт, новые фотографии, новый логотип. В общем, новый значок. Мы попробовали, и он сработал. И я сказал, Рэй, я знаю, что ты уже поменял все значки, но нам нужно сделать это еще раз. И он такой, потрясающе, я готов. Обожаю этого парня. Большинство людей бы начало жаловаться. Но я только что все поменял. Не привлекайте таких людей, и сами не будьте таким человеком. Потому что часто проблема не в том, что кто-то вокруг вас так себя ведет. Так себя ведете вы. Вы думаете о том, как все сложно, о том, сколько усилий вы приложили напрасно. Да, меняйте мышление, меняйте привычки. Если что-то сработало раньше, не факт, что это будет так же работать сейчас. Ищите новые пути и пробуйте. В этом весь смысл. Как стать более находчивым и ресурсным? Вот моя тактика. Шаг номер один. Сфокусируйтесь на восьми. Как я уже сказал, есть миллион причин, почему у вас ничего не получится. А если вы поговорите с друзьями, почитаете форумы, то обнаружите еще миллион новых причин. Итак, есть миллион причин, что ничего не выйдет, и лишь восемь, что все удастся. Так, фокусируйтесь на этих восьми. Будьте непреклонны, дисциплинированы. Да, негативные вещи никуда не денутся, трудности никуда не денутся. Но вы фокусируйтесь на позитиве. Я не беспокоюсь, почему у меня может не получиться. И пусть большая часть человечества концентрируется на негативе, я не с ними. И мне проще. Ведь у меня всего восемь причин, на которых мне нужно сконцентрироваться. Это ваш выбор. И вы в любом случае будете правы. Если вы скажете, у меня ничего не выйдет, потому что у меня нет образования, денег, связей, так и будет. Вы правы. Вы уже решили, и вы на сто процентов правы. Но люди с меньшим количеством ресурсов, связей, талантов и идей, чем у вас, смогли добиться своего. А у вас полно оправданий. И если вы хотите верить в свои оправдания, вы уже проиграли. А если вы поверите в те восемь причин, которые помогут вам победить, и окружите себя своими кумирами, которым все удалось, сделаете их источником для ежедневной мотивации на работу, вы победите. Шаг номер два. Моделируйте успех. Это очень помогло мне, и я создал все эти каналы, которые помогают моделировать успех. Вся моя концепция бизнеса выстроена вокруг этого, и именно это помогло мне спасти мой самый первый бизнес. Узнав, как Билл Гейтс создал Майкрософт, я смог спасти свою компанию. Изучив его историю, я стал внедрять его приемы и добился успеха. С того момента каждое утро я стал читать об успешных предпринимателях. Теперь я чаще смотрю видео, чем читаю. Но смотрите, что ближе вам. Может вам удобнее слушать подкаст или что-то еще. Моделируйте успех. Найдите людей, которые уже добились того, к чему стремитесь вы, и это даст вам две вещи. Вы подарите себе надежду. Послушайте историю Опры. Узнайте о ее детстве. И после этого довод, что у вас мало ресурсов, отпадет сам собой. Вам уже гораздо больше повезло, потому что у вас есть интернет. Но может вам не нравится Опра. Пускай. Кто вас вдохновляет? Джефф Безос. Отлично. Изучите его историю. Изучите истории людей, на которых вы хотите равняться. Узнайте, как они заработали первый миллион. Как они начинали. Через что прошли. Учитесь у них. И, во-первых, вы поймете, что это возможно. А, во-вторых, узнаете их стратегию. Потому что, если это сработало для них, то может сработать и для вас. Да, не в ста процентах случаев один и тот же вариант будет работать. И, возможно, вам придется что-то адаптировать, менять под себя, чтобы все сработало для вас. Но в любом случае, моделировать успех, безусловно, полезно. Не обязательно каждый раз самому изобретать велосипед. Все уже придумано. Используйте это. И начинайте побеждать. И шаг номер три – это лишь разминка. Обожаю эту стратегию. Она отлично помогает развить уверенность в себе, любовь к себе, самоуважение. Ее смысл в том, что когда тебе тяжело, когда ты сомневаешься, стоит ли продолжать, скажите себе, это просто разминка. Просто тренировка. Я могу сделать гораздо больше. И это поможет вашему мозгу поверить в это и преодолеть границы зоны комфорта. Вы перейдете на новый уровень, чуть приподнимете свою планку. Это очень мощно. Подумайте, если вы изо дня в день делаете одну и ту же работу на протяжении долгого времени, скорее всего, вы так и застрянете в этом. Не сможете вырасти, масштабироваться. Потому что вы смирились. Вы смирились, что это ваш максимум. Помню, как мы говорили с Алексом. Он волновался из-за школы танцев. А у нас довольно амбициозные планы на этот бизнес. Далеко идущие планы на развитие нашей школы в Торонто. И я хочу, чтобы именно Алекс взял на себя основное руководство. Но если ты замыкаешься в комфортных и привычных рамках, ты никогда не вырастешь. Так что скажите себе, это лишь разминка. Я способен на гораздо большее. Это лишь начало, первый крохотный шажок. Я гораздо сильнее. Говорите себе это. Проговаривайте вслух. Это только разминка. Скажите это три раза. И посмотрите, как будете чувствовать. А затем приступайте к работе. Потому что это действительно лишь разминка, и вы можете гораздо больше. Далее вас ждет бонусное видео, но перед этим мой вопрос дня. Назовите трех людей, чей успех вы будете моделировать. Людей, на которых хотите равняться и у которых хотите учиться. Кто они? Пишите в комментариях. А если вы обещаете начать действовать сразу после просмотра этого видео, ведь мы здесь не только смотрим видео, мы меняем свои жизни. И если вы обещаете начать действовать, ставьте хэштег «Верь» в качестве обязательства перед собой и приступайте к работе. Когда вы только запускались, у вас было десять футболок. Как вы смогли использовать силу бедности, чтобы обрести известность? Мой наставник, Джей Абрахам, любит говорить. Изучай чужие истории, и сможешь сделать состояние, учтя чужие ошибки. Я знал, что хочу заниматься этим бизнесом, но я совершенно ничего не знал о производстве. В то же время я видел, как у нас в районе, все вокруг снимают какие-то видео. Я не о дорогостоящих видео на миллионы долларов. Я об обычных видео, заснятых на простую камеру. И этим людям нужна была одежда. Кому-то, может, отправлял одежду Nike, но в Nike их не оценили. А я приходил на съемки, видел LL Cool J. Несколько раз меня выставляли оттуда, но однажды кто-то позволил мне надеть на него свою футболку. Так, я надевал на них свои футболки, а потом забирал их назад. И я таскал их на съемки к разным рэперам, а затем забирал обратно. Причем я их не стирал, чтобы они наверняка вернули мне их назад. Ты давал им вонючие футболки? Да, я надевал на них потные футболки. И вот их видео начали набирать популярность. А корпоративная Америка тогда недооценивала силу видео. И меня стали считать главой крупной компании по производству одежды. Хотя я все еще официантом работал. А вся моя коллекция состояла из 10 потных футболок. Но я делал то, что любил. Никто мне не платил за это. Я приходил, общался с командой, ел там бесплатную еду, смотрел, как все происходит. Но я не ожидал никаких денег. Я наслаждался процессом. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу. Субтитры сделал DimaTorzok